Сейчас 11.35, я работаю два с половиной часа, я отвез четыре заказа. Это достаточно, ну, нормально. Максимальная сумма, которую вы заработали? 1400 рублей. За сколько часов? Пять часов. Пытаюсь понять, много это или мало. Я вам могу подсказать, это мало. Я подумал о том, что будет, если произойдет что-то такое страшное для меня, а именно потеря полной бизнеса. Вот что это означает? Почему я боюсь? Почему есть этот страх, что я все потеряю? Я подумал, окей, представим, что это произошло. Я просто увидел, обратил внимание на людей в желтых и зеленых. Зеленых и красных. Да, да. И подумал, о, это интересно. Я сходил на собеседование и не вышел сразу. Все-таки было, то есть, очень странное ощущение. Вот эти стереотипы, что ты как бы куда-то... Опустился? Да, 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 да. Я триатлоном увлекаюсь, увлекался, да. И у меня много в этом кругу людей. Вот. И я думаю, люди состоятельные в основном, да, потому что такой интересный спорт, они очень дешевые, путешествия, велосипеды там. И я вот думаю, блин, я вот увижу кого-нибудь из ребят, у меня как-то чуть-чуть все-таки не по себе. Честно говорю. Это как встреча с бывшим, когда ты не накрашена. Может быть, я не крашусь. Может быть, да. Да, может, встреча с бывшей, когда ты не в лучшем виде. Понимаю, да. Хотя это просто работа. То есть сложная физически, не очень высокооплачиваемая, но работа. И какое-то утро я проснулся и подумал, вот сегодня. Я поехал, прошел там эту активацию. Так это звучит, как компьютерная игра какая-то. Да, в офисе. И мне выдали сумку, куртку, и я пошел, вышел. Мне надо было два часа отработать в этот день. Ну и все. Вась, тебе страшно? Мне нет. Почему? Ты все в масках ходишь. Это чтобы вам не было страшно просто. Ну и тут какие-то меры предосторожности естественные. Начиная с 90-х, все российские экономические кризисы – все мои. 98-й год, мне 14 лет. Иду в киоск покупать свою любимую шоколадку с изюмом и орехами. Но вместо 6 рублей она стоит 30. 2008-й год. Беру свою первую ипотеку. И дают мне ее по 20% годовых. Через неделю я остаюсь без зарплаты. Надолго. 2014-й весь год коплю на поездку в Финляндию, но в декабре евро подскакивает под 100 рублей. На Хельсинки нужно копить еще год. Кстати, с тех пор я знаю секрет, как прожить на одну курицу целый месяц. Однако эксперты уже уверяют, что экономический кризис после пандемии будет пострашнее моего опыта. Закроются до 80% предприятий. Безработица, дефицит. И пока другие страны реально помогают деньгами гражданам, наши красиво обещают и вещают. Ну, сапоговорить – все понятно. А помочь? Ну, куда-то же мы все это время платили налоги. Ты когда поверил в то, что это действительно серьезно и все придется останавливать? Ну, сначала, естественно, как у любого человека у меня было отрицание. Как я шучу, кто родился в 90-х, не боится этого. У нас работает практически 40 человек. Мы никого не уволили. Но я так бы не поступил в жизни никогда. Я бы с этим потом жить не смог. Свои песни не смог бы потом слушать. И я переживаю о тех людях, которые остались вне игры. У кого-то повольняли. Большое количество людей повольняли. Что им делать? Как им жить? Как им просыпаться и жить, смотреть на своих детей, на своих жен? Включать телевизор и слушать о том, что все под контролем, все в порядке. Ну, как бы это уже не смешно давно. Прочитал где-то, что тот, кто требует помощи в государство, такого человека можно воспринимать как мародера. Мне стало страшно в какой-то момент. Потому что подобные высказывания отделяют государство от человека и забывают о том, что государство – это и есть человек. Я считаю, что в первую очередь правительства должны просто-напросто отдавать своевременное, в своевременную качественную информацию. Что происходит? Это первое. Что для меня, как для гражданина, очень важно. Потому что мы же в неведении сидим. Чтобы не гадали. Абсолютно. Да, и я вот даже мы сегодня встали, я Лере говорю, Лер, ну, поехали, вот после вчерашнего обращения президента, говорю, поехали, все-таки барана купим. На всякий случай. Ну, и лишний раз еще рулончик твоя на бобове возьмем, хрен ему знает. Ну, вот наш тренажерный зал. Тишина. Жалюзи закрыли. Как все продезинфицировали, так и закрыли его совсем. Поэтому я хочу обратиться ко всем людям, которые тренируются с тренерами, ну, кто занимается в фитнес-клубах или как-то, обратиться с такой там акцию запустить, поддержку, поддержить тренера. Вот я почему при всех говорю, Валер, пожалуйста, недели у меня не будет, тут у нас с тобой три тренировки за субботу, ты с меня их спеши. Хорошо? Потому что я знаю, что у многих кредит, вот Руден и Парет. Данила взял эту, ипотеку взял, да? Мы тоже бедному платить. Если мы не будем заниматься, на чем мы платим? Декларки вот, ипотеку. Насколько отзывчивыми оказались люди на эту вашу пользу? Ну, вот за неделю там чуть больше, ну, 40 тренировок списали. То есть по разным тренерам по-разному там, ну, такие у кого-то больше, у кого-то меньше. Тут сколько сможет. Это все от людей зависит. Вот, пожалуйста, обижаться на кого не надо. Мы сейчас перешли на онлайн-тренировки, допустим. Но мы себе ни копейки не забираем. Мы их снизили там в два раза. То есть в честь доход идет тренеру. Но мы с этого обязаны заплатить налог. Потому что если клиенты начнут платить напрямую тренером, или через кошелек, контакт, это будет прямым нарушением. Но если с тренером немножко проще, а как быть с массажистами? Онлайн не получается массаж. Тут тоже вот проблема есть. И тоже мы на ней сейчас думаем как-то, понимаешь? А там у нас еще, помимо этого, там косметология. Там же у нас большой перечень оказаний услуг. Есть ли какие-то претензии у вас к государству? Никаких. Государству не может быть претензий у нас. Вы что? Если у меня появится претензия к государству, меня просто не будет. Нас приучили так. Нельзя. Не, ну если так судить, то конечно. Обо всем говорить по телевизору. Ну вы что? Советский строй – самый гуманный строй в мире. Нас так учили всегда. Поэтому молчи в тряпочку. Сиди и делай, что тебе говорят. Я сейчас без слез постараюсь вас умолять. Но на самом деле это трагедия. То есть просто трагедия. Мы понимаем. Это надо сделать срочно сейчас. Потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение. Нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться? Так, давайте сюда. Сколько там? 36,7. С другой стороны. Перчатки тоже надо обработать? Ну если в перчатках, то конечно, вы же с улицы. Можно их снять и ручки обработать. Да, можно здесь. Измеряем температуру всем. 36,3. Отлично. Ну пойдемте. Да, пойдемте, расскажите. Это одно из наших больших кафе, больших площадок. Крайний раз принимала гостей во вторник, 24. Ну вот, пустые кресла. Пустой зал. Денег хватило выплатить зарплату за предыдущий месяц. И вы, наверное, слышали, что Анастасия даже сняла там свои дивиденды для того, чтобы просто людям выплатить зарплату вот за предыдущий месяц, а за этот месяц нет. Кто-то пошел помогать комплектовщикам, упаковщикам, уборщикам, курьерам. Например, Саша Калачев, наш бренд-шеф. Сейчас стоит на подготовке обедов, ланчей. Директор кафе, например, сегодня тоже на разгрузке, погрузке. Вы какие профессионалы? У меня с утра на закупке клубники, потом отмывали, там, ну, то, что не домыли, там, еще часть холодильников, емкости какие-то. У вас у самой ипотека. Съемная квартира, ипотека, родители. Поэтому работаем как можем, так и работаем. Вы сколько человеку пришлось вам расстаться? Я не хочу считать. Вы не знаете или вы говорить не хотите? Говорить не хочу, я не знаю. Мы просто садились с человеком и говорили, прости, ты отличный, но у нас нет вообще денег. Ну, то есть просто вообще. С кем-то мы сидели, спрашивали, что дома, кем работает муж, какие есть обязательства, есть ипотека, нет, что с детьми и так далее. Ну, то есть кто-то говорил, ребят, без проблем, я нормально уйду, у меня там муж, там, где-нибудь, там, не знаю, в энергетике. Я норм, типа, я вообще два месяца могу дома посидеть за свой счет спокойно. Кто-то говорил, я вообще не могу, мне, типа, надо вот 60 тысяч минимума просто на то, чтобы прожить, за квартиру заплатить ребенку лекарства купить. Это, ну, мне кажется, что это вообще у меня в жизни были хреновые дни. Ну, это вот, я даже, ну, наверное, только вот смерть родителей была хуже, чем вот эти вот три дня. Я вообще не помню такого. Ну, вот это был просто кошмар, когда ты сидишь и своими руками разрушаешь все то, что строил 10 лет. Я вот, честно, я, наверное, наивная какая-нибудь, но я не управляю городом, страной не управляю. Это, наверное, все очень сложно, но я просто не понимаю. Если был Китай, потом еще кто-то был, потом еще кто-то был. А мы почему тогда в феврале не остановили полеты? Ну, то есть мы же, окей, накрылась бы авиационная отрасль, точно, и гостиничная, но это было бы всего две отрасли. То есть мы бы тогда взяли денег, положили в эти отрасли, и они бы точно выжили. Но их было бы всего две. Сейчас 122 пострадали. И почему не в феврале? Почему не в конце января? Почему, если мы понимали, что к нам идет эта дрянь, мы сразу это все не сделали? Почему мы все время последствия разгребаем? Почему государство сегодня должно в первую очередь помочь малому и среднему бизнесу? Я не понимаю, почему в первую очередь. У государства есть возможность работать одновременно со всеми. Этот же вопрос вытекает из антитеза, которую нам сейчас активно предлагают. Что малый и средний бизнес – это парикмахерские рестораны. Они как закроются, так и откроются. И что им помогать? Они как-нибудь, кто захочет, выкрутится, кто захочет, просто постоит, а потом вернется. В реальности малый бизнес – это не столько парикмахерские рестораны, сколько это огромное количество участников сложных экономических цепочек. Вот у нас есть там, не знаю, барбершоп, условно. Давайте там же я буду смешные вещи говорить, чтобы понять. Они понятные, да. Да, есть барбершоп, который перестает работать, и в нем есть три парикмахера и один владелец. Три парикмахеры получили деньги, они пошли за продуктами. Или там курьеры им привезли продукты, если они на карантин. Курьеры заработали, продуктовая цепочка работает. Продуктовая цепочка работает, платят за аренду своих помещений, платят складам. Склады оплачивают электроэнергию и ЖКХ. В энергетических компаниях и в Мосводоканале люди могут получать зарплату, работать, обеспечивать нам доступ воды. И в конечном итоге, когда кончится кризис, вследствие из Мосводоканала придет барбершоп и пострижется. Цепочка замкнулась. Замкнулась благодаря тому, что мы дали туда денег. В конечном итоге, если вы помните детские стихи, не помню уж какого прекрасного автора про подкову, где из-за того, что гвоздь пропал в кузнице, не удалось подковать лошадь, неподкованная лошадь споткнулась, убит командир, конница разбита, армия бежит, а враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. И вот этот гвоздь в виде зарплаты парикмахера, он действительно убьет экономику таким образом. Правительство Германии выделило на поддержку экономики почти полтора триллиона долларов. Великобритания расщедрилась на 439 миллиардов. Италия на 402 миллиарда, Франция дает 376, Испания – 219 миллиардов. Эти деньги идут на здравоохранение, поддержку бизнеса и просто гражданам. Вот кто уж действительно ушел на каникулы с сохранением заработной платы. Все случилось здесь. 9 ноября 1989 года, когда Гюнтер Шабовский, вот герой моего рассказа, дает пресс-конференцию для западных журналистов. Он оглашает новые законы, принятые в ГДР. Саш, ну как, во-первых, сказался коронавирус на вашей деятельности? Расскажите мне. А замечательно сказался. Он ее просто прекратил раз и абсолютно, да. То есть, причем я замечу обе мои деятельности, да. Потому что я берлинский гид, вы меня знаете в этом качестве, но у меня же еще и маленький театр марионеток частный, который тоже, в общем-то, был родом деятельности. Да, вот они оба прекратили сразу. Потому что в те же дни, когда закрыли все театры и любое собрание зрителей в одном месте в Берлине, в это же время, в принципе, запретили экскурсии и убили туризм. Потому что не летают самолеты, потому что отелям запрещено селить. Но вы, в отличие от московских бизнесменов или там ИПшников, будем так говорить, улыбаетесь. Не знаю, к чему вы подводите, но, конечно, все это было не очень весело, потому что финансы заканчивались. И в какой-то момент так немножечко тревога на душе появилась. А что же будет? Ну, месяц, ну, два. А если больше? Тем более, что давайте будем откровенны. Вот даже если завтра все прекрасно, мы победили коронавирус и так далее, запустят театры, возможно, да. Запустят еще что-то. Туризм – это последнее, что они разрешат. Как велось о правительстве Германии? То есть, насколько оно говорило, что подождите, мы сейчас все рассчитаем, мы вам поможем. Или они до последнего молчали и не говорили, что будет какая-то помощь? Правительство, сказали вы. В демократической стране это разные силы, у которых разные мнения, которые свистят и топают друг на друга в парламенте, и у них, соответственно, разные взгляды на решение тех же самых проблем. И вот левые сразу закричали, будем помогать, будем помогать, надо помогать, нельзя бросать людей. Правые так молчали и говорили, ну, да, конечно, помогать нужно, но мы должны посчитать. Мы ничего, вот мы лично, русские живущие здесь, не ждали от этих разговоров ничего. Вдруг вот официально объявили, правительство приняло решение, будут помогать малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и небольшим фирмам. А помощь крупным фирмам это будет отдельно решаться. В земле Берлин правительство доверило это выдавать банку, частному банку, ИББ. И вот вы попадали как бы сначала на сайт этого банка, мы ввели имейл, и тут же на, то есть менялась картинка, и как мы потом уже все узнали, мы попадали на сайт очереди, электронной очереди. И вот этот знаменитый зеленый человечек бегущий, он, конечно, уже теперь такой мем в Берлине. Меня поздравили, вы 386 тысяч 540 какой-то. И человечек, он то бежал, то стоял, то бежал, то стоял, и циферки эти постоянно уменьшались. В принципе, нужно было для нас два номера. Это то же самое, что в России ИНН, идентификационный налоговый номер. И у меня есть еще как бы НДС налоговый номер, и банковский счет, и все. Абсолютно всем в Берлине выдавалось 5 тысяч. А дальше стояла отдельная галочка. Если вы считаете, что это не покрывает ваших потерь, то вы имеете право еще на 9 тысяч. То есть от нуля еще до 9 тысяч. Сумочка получалась уже, как вы понимаете, пятизначная. Это все заняло 20-25, ну максимум полчаса. А теперь представьте нашу реакцию, когда ровно через сутки на телефончике плюм, и поступила вся сумма. Вся пятизначная. Мы минут 10-15 вообще ничего не могли говорить. Мы смотрели друг на друга с расширенными до невозможности глазами. А потом минут через 15 мы сказали, нам, наверное, показалось, и мы снова открыли счет. Мы его открывали несколько раз, потому что мы реально не верили. Какая была ваша главная эмоция? Вот то, что хорошо, я проживу эти месяцы, или это то, что вдруг о тебе позаботилось государство, что для русского человека очень странное чувство? Очень странное. Да, вы знаете, обе эмоции вместе. Да, во-первых, свалился груз. Я проживу эти месяцы. Ирина, я бы их, наверное, прожил, но я бы сейчас бегал, зарабатывал, что-то делал бы, крутился. Потом как живая рыба, нажаренная на горячей сковородке, да? То есть я могу не лежать живой рыбой на горячей сковородке. То есть я могу чуть более спокойно и полномерно выстроить свою жизнь. Это раз. Ну и второе, да. Слушайте, мне уже 57 лет. Первый раз в жизни кто-то, у кого я не просил, не умолял, не объявлял в интернете, люди добрые, кто-то взял, не помог. Я это чувствую, испытал первый раз в жизни. Можете ли вы мне рассказать поэтапно, что правительство Австрии сделало, какую помощь мелкому и среднему бизнесу оно окажет? Они сказали, что тысячу евро получат все. Все жители Австрии? Да, которые платят налоги или которые там сидят дома. То есть те, которые могут доказать, что ты здесь живешь своей жизнью. Плюс по налогам, все налоги, мы платим не только налоги финансовые органы, платим также налоги, которые по здравоохранению и по пенсионным, они тоже официально все отодвинуты. А дальше, согласно тому, сколько ты потерял сейчас, они будут сравнивать, с чем ты заработал в это же время в прошлом году. Вот я знаю, что если ты не сокращаешь зарплату своим сотрудникам, они будут стараться ее покрывать до конца года. У нас 4 сотрудника. Ну, все вместе 5 с мужем. Им выделяют до 2000 долларов в месяц. Поэтому, по идее... Это платит государство не вам, как владельцу клиники, а непосредственно вашему работнику? Да. Каждый работник должен сам подавать на себя эту аппликацию. И бизнес... Ну, то есть человек... То есть мой муж сейчас не может работать, он не получает зарплату. Он тоже может подать. Государство покрывает 60% от зарплаты сотрудников. Соответственно, это сотрудники, которые работают официально. Но, в принципе, в Турции практически все стараются работать в белой официально. Вот. Был еще разговор о том, что государство будет помогать оплатой арендной платы. Но пока это осталось как бы под вопросом. Мне, как владельцу фирмы, положена помощь. Это называется бонус. В размере 600 евро. Это бонус за мат. И такой же, там, 600 или 800 должен быть за апрель. Но вы сами понимаете, да, что для жизни в Европе, я живу в Милане, это не то, что мало. Многие у кого, например, аренда или какие-то платежи, этого не хватит, грубо говоря, чтобы даже за свет платить, если, например, у вас ресторан. А людям, которые потеряли работу, которые не работодатели обычные, им есть какая-то помощь? Да, конечно, люди, то есть есть два типа людей, которых или уволили по причине кризиса, или отправили домой, то есть сидеть дома. Соответственно, как и в обычной ситуации, люди получают отчисления, равные заработной плате какое-то время. Но давайте тоже вспомним, что не вся заработная плата, которая у нас фактурируется, она является настоящей, так называемой, белой. Поэтому то, что люди получают, да, они получают то, что указано в контрактах. Ну, у меня самый наименее пострадавший бизнес, у нас продажи упали на 50%. Но, опять-таки, я смотрю на это все-таки с позитивом, потому что у меня до этого был ресторан, пиццерия. И если бы у меня был ресторан сейчас, у меня продажи упали на 100%. А вы как-то во время карантина с ним распрощались или как? Нет, я распрощался с ним в конце прошлого года. Я продал его своему другу и куму, мало того. У него 14 или 15 сотрудников, но он сейчас в процессе получения кредита от правительства. То есть правительство дает 2,5 месяца кредит на аренду на коммунальные и на зарплаты сотрудникам. Если твой фонд заработной платы 75% от всех этих издержек, то есть вероятность, что тебе этот кредит простят, что тебе эти деньги не надо будет возвращать обратно. Он сейчас выдается под какие-то проценты? Нет. А, то есть рассрочка. Это не кредит, это рассрочка, что правительство тебе дает деньги, которые ты просто эту же сумму должен всем малоимущим от правительства Америки. Да, 1200 долларов на человека плюс 500 долларов за каждого ребенка. По-моему, так. Мне хочется понять, куда все это время мы платили налоги. И как сейчас государство сможет вернуть немного того трудового времени, которым мы с государством поделились в виде налогов. Почему нельзя? Вот сейчас так принципиально. Сейчас есть вот такие, на мой взгляд, принципиальные моменты, которые государство должно сделать в убыток себе. Понизить бензин, отменить коммунальные платежи. Вот просто взять и сделать это. Остановить ипотеки, кредит вот в убыток себе. Взять на себя какую-то ответственность по убыткам. Показать людям, что мы, правда, понимаем, мы тоже сейчас уйдем в сторону, провалимся чуть вниз. У нас будет дефицит по бюджету. Но мы покажем вам, что вот сейчас, правда, вот эти 2-3 месяца адских. Мы возьмем на себя, и вы вот живите, и вот просто будьте дома. Вот, правда, оставайтесь дома, не работайте. Потому что мы все для вас сделали. Делали дешевый бензин, решили у вас напряжение по кредитам, ипотекам. Все, и люди скажут, да, Русь святая, мать родная. А если государство скажет, ну, вы знаете, денежка на всех не хватит. Кто-то должен будет умереть с голоду. Ну, это примерно вот так, возможно, и будет звучать. Да, он только уже говорит, что бюджет треснет. Так пусть треснет. А нам, что мы с этого бюджета имели всю жизнь? Что мы от него получали? Что мы имели? Ничего. Ну, там, дополнительную Росгвардию, дополнительную армию. Как показали медицины, у нас недостаток медицинских средств. Работников не хватает. То есть получается так, что то, на что мы рассчитывали, то, что должно было появиться в нашей жизни в сложный момент, этого как бы не стало. И об этом даже спрашивать, оказывается, нельзя. Вадим Владимирович, мне сказать нельзя спорить с президентом. Можно я немножечко? Я вам хочу сказать, что вот вы этих людей просто, которые вам рассказывают, что оно заработает, пожалуйста, командируйте их. Я готова для них. Отправьте их ко мне на стажировочку. Я сейчас их возьму, поставлю и покажу, как работает их гильотина. Она не работает. Давайте я к вам их пришлю, как вы предлагаете. Я готова, правда. Я с удовольствием. Я не шучу. Я думаю, что им будет полезно. Посмотрите, как жизнь устроена. Я не шучу. Правда, на землю надо людей спускать, потому что они там не видят ничего. Как вам кажется, он услышал вас? Хотите спросить, не звонил ли у нее президент? Спросить, как у меня дела? Ну, не президент, тот, кому он получил. Нет. Вас на эту встречу с президентом как собирали? Вас обзванивали? Как вас выбирали? Почему вас? Да я вообще случайно попала. Как выбирают людей на встречу с президентом, я не знаю. Для меня это тоже загадка. Я обычно такие встречи не смотрю, потому что никогда, да, ну, очень редко в них есть какой-то смысл. Я, у меня есть подруга близкая, Женя Лазарева. Близкая. Мы с ней в баню ходим посредством. И, ну, ситуация-то уже была очень говенная, прям говенная. И Женя говорит, слушай, тут, говорит, ОНФ, она там, она очень активно занимается общественной деятельностью, всякой защищает мам предпринимателей. Она говорит, слушай, тут встреча, Путин будет встречаться с малым и средним бизнесом, дайте я попробую список запихать. Может, хотя бы там можно будет что-то сказать, чтобы они хоть что-нибудь сделали. Я говорю, да, конечно, запихаешь, давай. И каким-то волшебным образом Женя умудрилась запихать меня в список. Ну, то есть это просто чистые воды случайности и женская предпринимательская помощь. Со стороны, когда ты смотрела эту встречу, я смотрю, выглядело это все каким-то... Пришли унижаться, вот так это выглядело. Какое у вас было изнутри чувство? Очень много было таких, вот знаете, эмоций, когда я сидела, я вот здесь сидела, а Женя вот здесь, и мы с ней друг друга видели. И мы, в принципе, с ней всю дорогу смотрели друг на друга и с одинаковым... И периодически нас камера еще показывала, потому что это оказался прямой эфир, и с одинаковым выражением лица, потому что я вообще не могла понять, что происходит. Ну, то есть я час сидела и думала, что я нахожусь в каком-то сумасшедшем доме. Вы имеете в виду, что все остальные говорили спасибо вам большое за вот то, другое, пятое, десятое. И как бы не использовали с толком это время. Да, все остальные, да. Ну, то есть я вот просто себя чувствовала, как будто я в сумасшедшем доме. Во-первых, позвольте выразить вам нашу признательность, опять-таки, от лица нашего сообщества за ваше вчерашнее обращение, за ваши сегодняшние слова. И для нас действительно отрадно видеть, как лидер нашей страны берет на себя ответственность за государство, реализует такие важные инструменты социальной защиты. И мы в полной мере можем наблюдать, что у нас действительно социально ориентированное государство. Деловое сообщество с оптимизмом восприняло предложенную новую поправку к Конституции 57.1, направленную на устойчивое экономическое развитие и повышение доверия между государством и гражданами. Мне особенно отрадно об этом говорить, потому что группа компаний, которую я управляю, как раз и называется «Доверие». Правительством Российской Федерации, спасибо вам огромное, принимаются действенные меры по минимизации потерь предпринимателей. Одной из таких мер является признание форс-мажором коронавируса при исполнении государственных и международных контрактов. Я очень мало знаю людей, которые там были, потому что час потратить на рекламу своих компаний или на какое-нибудь спасибо, или на еще какую-нибудь херню. Я точно знаю, что никому слова не писали. Ну, то есть я вот, меня даже не спрашивали, что бы это спрашивать. Ну, то есть меня спросили, как бы, вы о чем, в принципе, хотите разговаривать? Я сказала, ну, я вот хочу разговаривать о вот таких вот проблемах, которые сейчас есть с кризисом. Он не пришел и не сказал там, ну, хвалите меня, ну, я не знаю, что. Ну, то есть он сел и задал нормальный вопрос человека, в принципе, который, как бы, хочет услышать какую-то обратную связь. Мне кажется, у него не было запроса на проведенные полтора часа бездарно услышать про православных предпринимателей и еще что-нибудь. В целом прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Вот у нас сегодня разговаривают про кредиты, я вообще смеюсь. Я в этот период никогда в жизни не брал его. Попробовал обратиться в банк на свои личные нужды. Ну, вроде, у меня столько там недвижимости, столько всего. Я начинаю банк, Сбербанком заниматься. Я говорю, клиент, первый Сбербанк, номер один, все. Спрашиваю, а можно мне взять кредит? Обращайтесь онлайн, там по кликам, там вся же новая программа. Я все запомнил, забил. Вам, говорит, ответ, как по рекламе, придет очень быстро. Я ждал неделю, так ничего не дождался. Позвонил, спрашиваю, а в чем дело? Может, вам отказали? Я говорю, ну, логично, раз ничего не дать. Поэтому получить сегодня кредит в банке, поверьте мне, нереально. На бизнес вам никто не даст. Вот просто-напросто. Мне, по крайней мере, даже лично не дали. Вот и все. А вы решили, зачем попробовать этот кредит? Ну, мне просто перехватиться был кассовый разрыв небольшой, перебиться на месяц. Этого даже не дали. Вот и все, просто-напросто. А занимать как-то неудобно, честно. То есть, даже в этом бизнесу нет никакой помощи? Конечно, нет. Они только говорят, что дают. А на самом деле, вот тут я могу сказать любому банку, ни один банк никогда не даст. Владимир Владимирович говорит, он молодец, конечно, старается, не знаю, как-то. А жизнь-то на другое вносит. Ну, вот вам сказали, налоги можете через полгода заплатить. Это помощь? Ну, нет. Ну, конечно, нет. Ну, с одной стороны, те деньги, которые сейчас были отложены для выплаты налогов, можно пустить в зарплату. С другой стороны, через полгода их нужно где-то взять. И за эти полгода их где-то нужно заработать. Просто проблема отложенная на завтра. Ну, скажем так, да. И непонятно, во что завтра она повернется. В случае с артистами очень важна дотация, наверное, площадок концертных, в которых это происходит. Потому что, на самом деле, концертные, ну, концерты, это же не только продажа билетов. Это огромная индустрия, это и рекламный бизнес, который обслуживает площадку, да, концертные происходящие. Это гостиничный бизнес, который тоже работает, потому что туда приезжают коллективы постоянно и живут, и живут. И площадка, не имея возможности, скажем так, открыться, потому что им там нужно платить людям, нужно платить коммуналку, нужно платить там, в конце концов, налог на землю. Ну, то есть, там же миллионы расходов. У них денег нет. Вот в этом смысле, условно говоря, помоги одной площадке, обеспечим бесплатное, скажем так, да, для них функционирование на какой-то период времени, у тебя сразу целый комплекс профессий, которые так или иначе пересекаются с концертным бизнесом, начнут жить и дышать. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Извините, у меня с цифрами всегда не очень, поэтому буду считать вместе с вами. Вот мы маленький YouTube-канал, который сегодня терпит убытки, но рекламный рынок грохнулся, и мы вместе с ним. Смена одного оператора в Москве стоит как минимум 12 тысяч рублей. В месяц мы должны сделать 4 выпуска. Ну, предположим, это всего лишь 4 съемочных дня. То есть за месяц я должна заплатить оператору 48 тысяч рублей. А правительство предлагает мне всего 12. И вот что я должна сказать. Коля, денег нет, но ты снимай. Мне кажется, что это предложение, оно того же уровня, как предложение проверять у всех пропуска на входе в метро. То есть оно, так сказать, звучит как предложение помощи, а на самом деле, конечно, катастрофа. Вы посмотрите, что предлагается. Помогать только тем, кто сохранит численность сотрудников 90% от 1 апреля. То есть те, кто до последнего пытался сохранить людей и не уволил к 1 апрелю, оказываются в невыгодной ситуации. А те, кто первым не уволил, у них на 1 апреля уже будет мало людей. И они получат помощь. И какой чиновник будет решать, пострадала ваша индустрия или нет. Если вы находитесь в индустрии изготовления полупроводников, а ваши полупроводники нужны были для, условно, телевизоров, которые сейчас никто не покупает. И крупная компания, которая производит телевизоры, просто отменила всякие заказы и перестала у вас сейчас брать на полупроводники. А чиновник вам скажет, а как полупроводники пострадали от коронавируса? Вас никто не закрывал. Внутренний рынок вполне может наши интересы или наши задачи тоже... А на внутреннем рынке тогда у кого деньги можно взять? Это те свободные деньги, которые... Ну, во-первых, вкладов населения в банках 30 триллионов. Понятно, что они не просто там лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выданы экономике. Но сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Банки, наоборот, будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. Это государственный долг. На период кризиса, именно на год, я думаю, такой вот маневр очень оправдан. Можете мне пояснить предложение Алексея Кудрина по поводу того, что нужно взять вклады физических лиц на вот то, чтобы перетерпеть? Вот эти деньги очень помогут. Это так? Это практика, которая годами используется, как он выразился, в других странах? Ну, вы знаете, здесь у Кудрина неожиданно прорезался синдром Дональда Трампа, когда он говорит красивую вещь, а чего сказал, понять невозможно. Целиком это длинная фраза, которая начинается с того, что банки сейчас все равно не будут кредитовать, потому что не будет спроса на коммерческий кредит. И поэтому деньги у них будут свободны, эта ликвидность будет свободна. И, значит, если можно, я продолжу вам мысль разумными словами. Государство может у банков занять эти деньги, которые образовались из вкладов частных лиц, и использовать для поддержки и экономики частных лиц, пока это возможно. Вот так должна звучать эта фраза. Да, так делают очень часто. Это совершенно естественное действие. Ну, то есть инициатива – это хорошее на самом деле. Ну, значит, если она будет выглядеть, как я сказал, то да. А если окажется, что Кудрин действительно имел в виду реквизицию вкладов, то вы можете представить, что будет с финансовой системой дальше. А сейчас без оценочных журналистских суждений, просто голые цифры. Сегодня Фонд национального благосостояния России – 17,7 триллионов рублей. Ну, так сказать, кубышка на всякий вирусный случай. И вот сегодня, когда очень надо, правительство России выделяет регионам 200 миллиардов рублей. Делим на 85 регионов и получаем по 2 миллиарда 350 миллионов каждому. В то же время правительство Москвы кладет новенькую плитку на 12 миллиардов рублей. То есть целой Томской области каких-то 2 миллиарда, а для нескольких улиц в Москве – 12. После общественного резонанса, конечно, сказали, что плитку класть не будут. Но вот у меня под окном работы ведутся, Москва хорошеет. Но максимально неподходящий момент. То есть я сейчас вижу эти работы, я же хожу в городе, я вижу эти работы. Во-первых, это большое скопление людей без масок. Вот они сейчас как боробушки сидят на этих бордюрах, делая их там стройкой. Это машины эти классные едут, асфальт ломают и что-то там перекладывают. Но люди в флотном контакте находятся. И для кого это сейчас? Почему это нельзя на холд поставить, как бы перенести на год? Я думаю, что граждане, мы же граждане, правильно? Мы поймем, что, ну да, бордюр там покосился, но ничего страшного. Люди, которые у нас находятся в первом полтиннике «Форбс», не пришли, не сказали. Государство, вот у меня есть там 17 миллиардов, миллиард я отдаю на погашение кредитов малого бизнеса. Давайте сделаем. Абрамой сделал классно, он такой молодец. Он в Англии свой отель передал там для проживания кого-то там в Англии. Ну, он родился здесь, все свои бабки он заработал здесь. Я, сори, что так вульгарно говорю, но так и получается. Он позиционирует себя как большой патриот, как человек, который понимает суть вещей. Достаточно интеллигентен для того, чтобы взять на себя ответственность за судьбу России, которая дала ему все, и у которой он взял все, что у него есть. И так каждому богатому человеку. Времени много, как бы, ну, поблагодарить свою страну. Скажите, спасибо вам большое, простые люди, за то, что вы работали на меня, за то, что вы там платили налоги, и из этих налогов были субсидии для нас, для очень богатых людей, сложные моменты в нашей стране. Сейчас мы хотим безвозмездно просто прийти и сказать, что вот мы просто красавцы вот такие. Вот вам миллиард. Ведь время показывает все. Время показывает людей, сложные моменты жизни, они показывают, кто есть кто и кто, что из себя представляет. Потому что шелуха отпадает. Я вот мышление нашей власти никогда не понимал и понимать не буду. Оно какое-то особенное. У нее есть три задачи в нашей власти, обычные. Первая задача – не допустить социальных проблем, социальных бунтов. Вот чтобы с кольями не пошли на горком, да, вот, значит, не допустить. Причем не допустить деньгами. Деньги выдаются в момент, когда колья у людей уже в руках. Вот, значит, видим колья, значит, даем деньги. Нет колья, денег не даем. Это способ экономить. Логичный вполне мне кажется. Вторая задача – это удерживать централизованную власть. Мы здесь власть, говорят, в Кремле, и на этом мы готовы тратить деньги. Вот нужны нам силовые органы мощные, значит, они получат деньги. Нужны нам лояльные губернаторы, значит, самые непокорные губернаторы получат денег, самые непокорные республики будут вообще финансироваться на 100%, потому что они нас поддерживают. Третья вещь, которая делается – это ответ на лоббистские усилия ближнего круга. Вот приходит некий, там, Иван Иванович, который с Владимиром Владимировичем в разведке служил, говорит, слушай, вот компании мои денег надо. Да, ну, говорит, давай дадим, конечно. Что ж ты мой старый испытанный товарищ, верный, лояльный, вместе работали, сейчас работаем вместе. Вот это работает. А за малый и средний бизнес прийти как бы некому. Нет того, кто служил в разведке в 80-е годы, кто бы сейчас ратовал за малый и средний бизнес, и к чему мнению бы стали прислушиваться. Поэтому, как сказал мне в кулуарном разговоре один крупный чиновник, ваш этот бизнес, он как трава. Вот сейчас с Косяш, завтра вырастет. А какое их отношение рациональное? И что, отношение к сделке ОПЕК было, что ли, рационально? Как они грохнули вообще и нашу добычу, и цены, и так далее? Почему мы ждем от них рациональности? Они не понимают, что малый и средний бизнес – это не рестораны, казино и бордели, а достаточно большая часть очень важных экономических цепочек. Для них им кажется, что важные экономические цепочки, они у Сечина, они в Ростехе, они у Ковальчука. А вот все остальные цепочки, они не важны, потому что они не у этих людей. Проблема в том, что бизнес так долго гнобили, что просто у него сил не осталось, и все. А тут, наконец-то, знаете, как со смертельно больным человеком. Вот болеет человек, у него там, я не знаю, рак. А потом раз, вот приходит вот такой вот вирус, и человек умирает. Он не от вируса умирает. Он умирает от того, что он уже долго болел. А с бизнесом, с российским, сейчас то же самое. Мы просто все настолько обескровленные, что нам поэтому так плохо. А не потому, что раз и кризис случился, а до этого все было прекрасно. Когда все прекрасно, у людей есть подушка безопасности, а у бизнеса нет этого ничего сейчас. И причем это не только про мой бизнес. Вообще нет у ни у кого. У всех плохо. И плохо, потому что политика в отношении бизнеса, которая проводилась в последние годы, она просто антипредпринимательская. Средний бизнес – это когда ты уже не маленький, ты перешел какие-то кризисы, у тебя работает какое-то количество людей, у тебя уже там какое-то количество заведений, ты уже крупный какой-то налогоплательщик или там средний. Но дальше начинаются чудеса нашей налоговой системы, что вот при переходе из малого в средний не выживает практически никто. Вот мы берем муку, сахар, яблоко, яйца, не знаю там что еще, какую-нибудь посыпку там для пирожного. Да, у этого всего товара 10% НДС. Когда мы все это превращаем в пирожное, то есть мы ничего не делаем с этим, мы никому не перепродаем ничего это сырье, мы превращаем вот это в пирожное с помощью труда кондитера. Только это становится, мы должны заплатить не 10% налога, как купили, а 20%. Феномен этого явления России объяснить не может никто. Какой идиот это придумал, это придумало и Министерство экономического развития. Так, еще раз. Если вы бы продавали все эти продукты по отдельности, вы бы платили сверху только 10%. А так вы платите, совмещая их в одной тарелке, вы платите 2%. Это чудесная налоговая придумка, которая работает в государстве. Дальше следующее чудесное явление происходит. Для того, чтобы не платить НДС, на котором все минусовые, все предприятия в отрасли создают кучу маленьких ООО и ИПЭА и дробят это. Тут приходит налоговая. Было известное дело в прошлом году, которое закончилось тем, что Бело Ивана посадили в тюрьму, потом, слава богу, выпустили. Это дело владельца Тараса Бульба, которого за это посадили в тюрьму. С каким-то космическим, начислили налогов 300 миллионов и посадили в тюрьму. За то, что он дробил вот так вот бизнес. Но если его не дробить, это дает тебе минусовую рентабельность. То есть ты будешь зарабатывать минус 19%. Не минус от миллиона 19%, а минус от нуля. То есть у тебя бизнес будет тебе приносить минус 19%. А минус 19% почему? Потому что, когда складываешь все налоги, получается, что прибыли минус 19%. Поэтому господин Мишустин неоднократно уже на встречах с представителями отрасли говорил, да я все про вас знаю, вы все жулье и налоги не платите. Я просто не могу понять. Ну то есть если в 100% отрасли живет в серой или черной зоне, и вы понимаете, что эта система не работает, вы почему не хотите изменить? Вторая причина – дичайшее административное давление на бизнес. Это дичайшее. Любая оплошность – штраф. Штрафы не 5 тысяч рублей. Ну то есть вот кафе может зарабатывать 200 тысяч в месяц. В месяц. И штраф может быть 200 тысяч в месяц. За помойку. Флаг ты не повесил государственный на здании? Штраф будет. Вот эти вот последние годы про то, что мы будем заниматься популяризацией малого и среднего бизнеса. Пусть идут в предприниматели все. И на это столько бюджета потрачено, чтобы счеты развесить, популяризовать предпринимательство. Это выглядит просто цинично. Школьникам мы это рассказываем, как это важно. А потом ты просто, ты находишься под постоянным страхом уголовной ответственности, административной ответственности. Ты гречкой закупился? Ну да, нет, гречкой я, соответственно, купил один килограмм. Здесь классический жанр. Гречка какая-то консервация, то, что мы любим, ягоды мы любим. Да, молодую капусту я купил, съездил, чтобы салатик, сырок, консервированный харчо вчера купил. Нереально крутое. По вкусу бомба. Реально бомба. Вот осьминог. Хочешь, приготовлю? Это я его отварил. Боже. Все бизнесмены, особенно рестораны, бизнес сегодня в депрессии на самом деле. И очень боятся банкротства. Я вообще не понимаю эту истерику. Вот честно. Мне 46 лет, я гражданин своей страны. Я прожил сколько денежных реформ. То есть, какие у нас эти были все черные пятницы, когда доллар туда сюда. Да выжили, ничего страшного. Те же бизнесмены, если они не смогли создать правильную профессиональную подушку, но это их проблема уже. Они страны. Значит, неправильно зарабатывают. Я сегодня увидел в социальной сети, как один питерский известный ресторатор выставил пост о том, что продает свой дорогой автомобиль для того, чтобы заплатить зарплату сотрудникам. Его как там начали все чморить, понимаешь? Но я не стал писать, но в душе я тоже думаю, он дурак-то, а? Слушай, но какой ты бизнесмен, если ты продаешь машину, чтобы выплатить зарплату? А ты о чем вообще думал-то? Уверенности в том, что мы сможем заплатить ребятам зарплату в апреле и в мае, у меня никакой нет. Поэтому я хочу сказать, что я принял решение продать свой автомобиль Porsche Panamera GTS для того, чтобы наши обычные сотрудники, повара, официанты, уборщицы смогли получить какую-то небольшую помощь, которая позволит им пройти это трудное время. Арам, Porsche купили? Нет, не купили. Пока нет, но зато хайпа много. Я даже не ожидал, что будет такая реакция. Мне показалось, что просто будет мне удобнее его продать. Ну, как бы у меня большая аудитория, но что-то пока предложения очень смешные. Например? Ну, и-то там купить Porsche за 3 миллиона рублей. Я просто думаю, они в своем уме, эти люди. Ну, они... Я же не собирался просто подарить кому-то. То есть, распродать и раздать деньги для того, чтобы у людей была какая-то подушка. Я не особенно как бы что-то там откладывал. И у меня нет таких, что у меня где-то в чемодане лежат деньги, я говорю, я достану и сейчас начну раздавать. Есть Porsche, есть там что-то еще, но это все, видите, мало ликвидно. Я могу тебе сказать, что в своих проектах мы с партнерами всегда закладываем подушку. И всегда 10%, 10% мы договариваемся со всеми, что 10% прибыли мы всегда откладываем на черный день. Неважно. Каждый месяц. Каждый месяц. Каждый месяц. Ну, ты не заработаешь 8 рублей, заработаешь 7 рублей. Что, тебе плохо, что ли? Хорошо. Ну, рублик оставь. Мы же русские люди. Понимаешь? Почему вы даже владелец там нескольких ресторанов не можете отложить на черный день? Бизнес же вообще ничего не откладывает. Он вкладывает какие-то новые проекты. Например, мы все, что у нас было, вложили в наш новый проект на Патриарших. Мы в апреле собирались открывать ресторан, наш очень успешный проект. Но мы приучены все-таки нашей истории деньги в банках не держать. Потому что в какой-то момент вам могут сказать спасибо большое, банка нет. Или спасибо большое, мы поменяли, диноминировали что-то. Поэтому люди как-то стремятся вложить то, что они заработали, в эквивалент своего труда, во что-то. А какая у тебя ситуация именно сейчас с твоими ресторанами? Сначала мы отпустили всех на неделю, но когда закрыли, все же там думали, что это сейчас через неделю все откроется, у вас сначала на неделю, сейчас, соответственно, продлили. По большому счету, что мы теряем? Мы теряем фонд заработной платы. И вот здесь вот как раз у всех многих бизнесменов сейчас откроются глаза. А правильно ли бухгалтера их работали? А правильно ли управленцы их работали, составляя фонд заработной платы, понимаешь, и просчитывая страхи, риски и многое другое? А правильно ли маркетинг работал, что денежки подкопил, например, до этой всей истории? Понимаешь, вот и все. Ты хочешь сказать, что ты не уволил ни одного человека сейчас? Нет, ни одного вообще нет. Вчера всем выплатили зарплату, все чики-чики. Даже мы отменили штрафы, которые у нас штрафы были к сотрудникам определенные, то есть мы все отменили, потому что посчитали нужным, что это будет, по крайней мере, в этой ситуации, мы считаем правильным, и каждый сотрудник сам лишний раз поймет свои ошибки и постарается на будущее этого не совершать, потому что они увидели наше отношение к ним, что мы не стали никого сокращать. А вы откладывали в кубышку? Да, до 20%. Как ты относишься к бизнесменам, которые ничего не откладывали? С пониманием. У нас не так много бизнесов, которые супермаржинальны, но это же правда. У нас доходы иногда 10-15% по каким-то бизнесам, это очень хороший вообще доход. В России или в мире? Нет, в России в первую очередь. Ну смотри, во-первых, налогообложение достаточно большое. Соответственно, у тебя там те бизнесы, которые производят товар внутри, у тебя есть НДС определенный. У тебя очень огромный процент налогов на зарплаты людей. Налогов, я имею в комплексе. Ну то есть ты платишь зарплату человеку, ты плюс еще платишь 40% сверху. 43, да. Ну по факту 43% ты платишь 100 тысяч рублей, у тебя у человека зарплата. Ты платишь примерно 143. Да, ты должен заплатить по факту. У тебя есть НДС, который сразу у тебя 20% от цены вырезает, у тебя есть дальше 15% или 6% в зависимости от системы налоговложения, налог на твою прибыль. И в этом смысле понятно, почему люди не смогли отложить. Они может и хотели, но просто не имели возможности. В России, в которой малого и среднего бизнеса очень мало, это примерно 18% ВВП. То есть это почти 18 триллионов рублей в год. Совокупные доходы малого и среднего бизнеса. Мы сейчас видим уже по предварительным данным, что около 50% компаний закрывается или готовы закрыться, еще около 30% будут закрываться частично. Да, это даже с учетом того, что сейчас карантины продолжаются меньше месяца. И это не было бы так страшно, если бы мы действительно их сейчас потеряли, а потом раз там палочкой волшебной взмахнули, или там уж я не знаю, чем, так сказать, рукой Путина взмахнули, и бизнес опять начал работать. Вот с понедельника все отменили, с понедельника пошли работать. За время, пока будут карантины, и пока эти бизнесы будут закрыты, люди разойдутся, предприниматели разойдутся, банки отберут активы, потому что там кредиты, которые надо возвращать. Налоговые органы наложат свою лапу, естественно, потому что там будут налоговые задолженности. Многочисленные нарушения по невыплате зарплаты будут, соответственно, значит, наши силовики, они, естественно, придут за всем этим бизнесом, и бизнес работать не сможет. В момент, когда вы захотите открыть то немногое, что осталось после этого, да, то, что не ушло банком и не разбазарилось, там будет две проблемы других. Во-первых, все те 20 мелких поставщиков, которые вам поставляли продукты питания, ножи, там, я не знаю, топливо, там, что угодно, салфетки, они все обанкротились. И, во-вторых, вы не понимаете, кто к вам придет в первый день, да, и у вас нет денег оборотных, и вам банк, который только что вас пытался обанкротить, и вы от него чудом улизнули, денег больше не даст. И поэтому мы выйдем из карантинов, вирус будет побежден, наши чиновники доблестно отрапортуют, что именно они победили вирус, а никто другой. Заявят, что это было сделано лучше, чем в Америке. А бизнес не откроется. И пройдет год, а мы будем иметь те же самые минус 15% ВВП. А еще у вас потеря в 15% ВВП от того, что нефть упала. Что вы будете делать со страной, у которой минус 45% ВВП в году, когда уже нет эпидемии? Вот если не брать этот коронавирус, вы как-то чувствуете, что государство мало обращает внимания на бизнес? Я как предприниматель, я стараюсь вообще на государство не полагаться. Я могу сказать большое спасибо России за то, что я здесь учился в бесплатном университете, получил образование, которое не использовал. Но просто это никак с экономической ситуацией вообще не коррелируемо. Я химик по образованию. И мне говорят, ну, Сереж, пойдешь в аспирантуру, вот у нас есть грант, вот на грант ты можешь рассчитывать на 70 долларов или что-то, но это просто какие-то копейки. И вот это ошибка государства. Я тогда уже начал одеждой заниматься. Я, ну, что-то там поработал месяц, и у меня лежит там полторы тысячи долларов. Я смотрю, вау, а я сидел на гранте там в 70 долларов. Да, я думаю, о, так можно, да. Фундаментальная наука, медицина, безопасность. То есть вот чем должно государство заниматься. И это, ну, вот в посткризисное время это можно перезапустить. То есть есть состоятельные люди, которые могут помогать фундаментальной науке, чтобы такие люди, как я, не шли в ритейл, да, там, одеждой заниматься, потом не уезжали в Китай там и дальше какими-то своими путями, да, чтобы это было адекватно оплачиваемая работа. Потому что мы делали очень важные вещи, да, мы делали лекарства против рака. Почему мы за медицинской помощью должны обращаться? Какие-то эти оборудования-то ввозить? Ну, как-то все, как будто бы, вот, если мы на Германию смотрим, что-то из Германии не слышно никаких проблем, да, у них очень низкая смертность, очень сложная ситуация, но низкая смертность и, видимо, качество медицины другое. Я не знаю, как это объяснить. Я хочу попробовать поменять законы, которые мешают мне сейчас вносить какие-то предложения. Сейчас просто это законодательный орган. Мы учим многие законы, в основном федеральные, надо сказать, и городские тоже, они мешают предпринимателям развиваться в этом городе. Вы так смело ругаете государство. При этом, ну, просто у меня такая идея синхрония несколько начинается. Вы осенью шли в Мосгордуму от партии «Единая Россия». Да нет, конечно. Во-первых, я никогда не была ни в какой партии. А тем более в «Единой России». Ну, то есть вы хотите сказать, что вы не были тем спойлером, которых нам вот там показывают, что вас попросили составить конкуренцию. Ну, в смысле попросили? А что такое попросили? Я была доверенным лицом Собянина. Ну, вот вы это по собственной инициативе были? Нет, по инициативе мэра. Сергей Семенович вот сказал, что давайте вот по предпринимательству Анастасию возьмем. Я говорю, да я вам как обезьяна с гранатой буду. Ну, зачем? Мне нам вот подходит. Вы мне тогда пообещайте, что все, что я вот за эти там три месяца разработаю, что это все будет сделано. Вот не была бы я доверенным лицом, нам бы по ночам до сих пор вырезки снимали. Понимаете? А тут как бы у тебя есть возможность. Вот я готовила все эти вещи к выборам, например, мэрским. И у меня была четкая договоренность, что я готовлю, мэр это вставляет в свои предвыборные обещания, и это делается. Это делается. А в Мосгордуму вы пошли тоже вот по этой же время? Да, в Мосгордуму, да, они сказали, что, ну, как бы, смотри, вот это тоже там какая-то возможность повлиять на городскую историю. Ну, вы в этот момент думали о том, что с помощью вас пытаются нас лишить свободных выборов, например? Или у вас другие были? Да, ну прекратите. А что, у нас были свободные выборы? Ну, вот поэтому и нет, потому что у нас все... А у нас и не случилось свободных выборов. Ну, посмотрите, кого мы выбрали. Посмотрите на Думу. Посмотрите на Думу, в которую не пришел ни один, ни один предприниматель. Вот вообще не один. Я общаюсь в мэрии, я прихожу туда, причем это не общение, когда мне надо помочь. Я вообще не помню, что они помогали, честно сказать. Это общение про то, что я им все время жить мешаю. Я им прихожу, говорю, послушайте, так нельзя. Вот как сейчас то же самое с мерами, с мерами вот этими московскими. Я говорю, у вас совесть есть? Три недели прошло, ни одной меры нет. Пожалуйста, вам нужно здесь ЖКХ убрать. Вот я написала 180 писем и 100 500 смс-ок, потому что я не говорю, так нельзя больше. Ну, и закладываю, соответственно, осьминога. Надо его прожарить, чтобы он стал еще как раз помягче, и чтобы он, соответственно, прогрелся. Сразу еще для пущего аромата добавлю свой любимый тимьян. Ой, как это пахнет, мама! А то! Чуть-чуть тоже присолить, слегка, соответственно. Вот пармезана уже нету. Пармезана давно нет. Кость, а будет дефицит в магазинах, как думаешь? Я к тому, что, видишь, сейчас границы все закрыли, ничего не прилетает. И нам же все привозили, овощи. Ну, не все, зачем? Ну, какие-то... Но внутри России есть же все-таки переезды, да? То есть я думаю, что начиная от эмбарго, и вот эта вся история, наверное, покажет какие-то такие мощные наши возможности. Поэтому я уверен почему-то, что мы не дойдем до этого. Ну, по крайней мере, магазины все полные. Вот куда не зайдешь, да? То есть магазины все прям битком. Ну, меня, знаешь, что очень расстроило, наоборот? Цены стали поднимать. Я считаю, что это очень некорректно. Копченая рыба, тот же лосось, я просто его люблю, и мы его покупали. Мы всегда его покупали, он стоил 2,200. А мы на рынке приехали, когда, да, то есть его по 3,5 продают. Я говорю, что же вы, подонки, вы творите-то? А что ты, наше время пришло? Я говорю, а что, до этого никто не покупал, что ли? Да все сметут и так. Вот это грустно. Вот если честно, да, то есть, что, наоборот, понимая о том, что ситуация такая... Поддержать надо, да. Да, ну все поддержать. Вспомни, как ситуация была, когда тогда взрыв был, да, и таксисты за деньги все возили, как на них все, да, то есть ринулись говорить, ребят, у вас сердце-то есть вообще совесть. Очень сильно сейчас растут цены. Цены будут расти и на ягоды, и на масло сливочное, и на сахар будут расти цены. Это уже ожидаемо. На молочную продукцию уже официально в СМИ было уведомление, что на молочную продукцию повышаются цены до 8%, насколько я помню. У вас импортные по закупке, это что, это шоколад, скорее всего, точно, да? Какой-то какао. Ну да, да. Сахар? Да, да. Сахар – биржевой продукт. Ну, масло сливочное, мы работаем на импортном масле сливочном. Недавно опять мне прислали анекдот по WhatsApp один. Сидит дедушка с мальчиком, внучка, и внукову спрашивает дедушку, дедушка, а как же вы жили в 90-е? Он хлопает по плечу, говорит, скоро ужинаешь, сынок. Я, честное слово, уже начинаю забывать, как было в 90-е, честно. Вот прям, а сейчас уже думаешь, ну, не знаю, будем вместе с вами смотреть. Ты начал про 90-е, что вот вернется в состояние 90-е. Ты в это веришь? Да, я чувствую. Как ты это ощущаешь? Это непонятно. Это витает в воздухе просто. Это вот такое постоянное ощущение апокалипсиса. Я могу сказать, если бы у меня не было семи детей, я вообще бы не парился. Честно. Как бы я понимаю, там, мою мать, у меня мать с высшим образованием, она была одним из главных бухгалтеров, экономистов ростовского завода, там, да. Она работала на рынке и продавала йогурты, чтобы мы не умерли с голода. Потому что папа у меня был инвалид, его сбила машина, там, и она его параллельно выхаживала. Поэтому я, как бы, и не ною сейчас, не хнычу, на самом деле. Потому что у меня были примеры людей настоящей стойкости. Единственное, о ком я беспокоюсь, это, конечно, о врачах. Потому что они сейчас максимально все загружены. И, конечно, иронично смотреть на то, как чиновники их навещают, приходя в скафандрах просто в тройной защите. В тройной защите и какой-нибудь врач. Видно, что бедный с трясущимися руками. Стоят в чатлой маске. В маске и просто говорит, да все нормально. Ну, как военные фильмы, да. Генерал, да все нормально, ты весь в крови. Не бойся, мы проремся. А что за больница, в которую ты перечисляешь деньги сейчас? Я бы там не говорил. Мне кажется, что будет очень большой кризис именно в России. Потому что сейчас огромное количество стран радует все, что нефть дешевая, да, что это подстегивает экономику. У нас мы слышим новости, что нас запрещают дешевый бензин возить в Российскую Федерацию. Ну, это тоже, ну, это тоже за гранью. За гранью. Ну, тогда понести цену на наш бензин. Если вы не разрешаете дешево сюда проводить для людей. Мы все чувствовали, что пузырь такой раздут. И когда вдруг у нас выходит один из наших начальников и говорит, ну, подготовьтесь к тому, что тучные годы закончились. И такой сидит, я представляю, человек где-нибудь в провинции над тремя ржавыми гвоздями, как он и сидел 7 лет. И говорит, да, тучные закончились. И я говорю, что же сейчас будет? Понимаете, да? Это, конечно, у нас вот этот разговор о том, что они не понимают даже, где они находятся. Какие тучные годы у людей уже 15-20 лет вообще. Они в постоянном состоянии. Тучные годы закончились. И они такие, а что у вас это было? Как люди относятся к курьерам? Хорошо относятся, я не знаю. Никак. Чаевых мало оставляют. Разве же я тут на большую аудиторию говорю, то да, чаевых оставляют мало. Но ради справедливости надо сказать, что я никогда не оставлял чаевых. Я не знаю, почему. Я в ресторане, в кафе 10% это стандартно. То есть я никогда не оставлял. Но сейчас в приложении есть возможность нажать на кнопку. И это можно сделать. И ребятам будет классно. Ну и мне тоже. Мне приятно. Там есть такая строчка у нас. Благодарность за хороший сервис. И какая-то сумма. И мы даже не знаем, кто это. Вот, допустим, у меня 7 заказов отвелся. Я вижу там 200 рублей. Я не знаю, это один человек оставил. Или там 4 по 50 рублей. Что я могу в этой ситуации сделать? Это такой глобальный форс-мажор. Я себе предложил такую альтернативу. Просто иди и делай работу. Ты почувствуешь какой-то инкам другой. Новую энергию, да? Да, новую энергию. Это интересное упражнение. Подумать над тем, как индустрия вообще изменится. Как после запуска экономики, как будет себя чувствовать какой-то там лакшери-сегмент или еще, как люди будут потреблять. Как мир отрефлексирует все это, мы не знаем. Как будет выглядеть новая реклама? Вот вы летите в Италию, а в Италии погибло много людей. Вы туда летите, а вот какой-нибудь аэрофлот вам как рекламирует? Куда вы летите? В страну чего? Это тяжелый отпечаток смертей людей. Он сильно на туризме отразится. Возможно, изменится направление. Да, направление больше будет внутреннего туризма. Вообще говорят о том, что страны замкнутся в себе. Граница закроется и будет очень плохо открываться. Потому что глобализация сейчас показала свою частичную нефункциональность. Мы-то как бы Россия особняком всегда, но вы посмотрите на Европу. Это же объединенная Европа. Что сейчас происходит? Они все закрылись. Где объединенная Европа? Где единая экономика? Ты помнишь, что он в фильме? А что бог послал? А бог послал сегодня осьминога, бахинских томатов. Как благосклонен к тебе бог, я вот что тебе скажу. Абсолютно верно. Мне же папа тогда сказал, что Костя, иди в повара. При любой власти люди будут хотеть есть. Ну и независимо, что власть, что ситуация, вирусы, не вирусы, понимаешь, у нас всегда найдется горбушка бородинского хлеба. У тебя у самого лично в загашнике на сколько хватит? Чего? Денег. Но если банки все не закроют и не перекопаются грядки, то есть я могу спокойно жить? Сколько? Всю жизнь. Ну ладно. Ты уже вот настолько накопил. Я не коплю. Я похож на накопителя. Я зарабатывал деньги. У меня есть и какие-то там, я не знаю, там, облигации, фигации, и то-то, то, и тому подобное. Поэтому с точки зрения понимания ситуации, конечно же, отпустится эта история. То есть первый месяц он будет безумно сложный, потому что люди будут откупориваться, люди будут понимать, считать, приходят на работу, понимают цели, понимают ситуацию. А потом, я уверен, ну, видя, слушай, 46 лет живу, видя вот эту ситуацию, люди разойдутся и поймут все. И начнут дальше, соответственно, жить и делать детей. Зато ты представляешь, сколько детей родится? Как раз... Не знаю, пока только презервативы скакнули, что их покупают и покупают. Я тебе больше скажу, у меня знакомые есть в магазине, в индустрии интима услуг, то есть магазинов. Они говорят, ну, у нас вообще все шикардос. Чего только не заказывают. Даже то, что вообще годами пылилось, даже на Новый год, на День учителя никто ничего не покупал, на День медработника сейчас все раскупается. Ну, а что люди сидят дома? Как вы думаете, сколько у нас продлится еще все это? Мне бы хоть понять, чего мы ждем. Я вот, например, знаете, каждый четверг собираю людей. Каждый четверг в обычном режиме, не в кризисном, в кризисном каждый день собирают. Новости недели называется. Вот мы собираемся все, я говорю, что у меня, они говорят, что у них, и можно задать какие-то вопросы там и так далее. А понимаете, власть, она все время в себе. Ну, то есть там все время что-то происходит. Там какой-то черный ящик. А нам нужно такая-ля... Блин, ой, кивнул. Наверное, все. Завтра беда будет. Просто власть никак не может, и это мне непонятно, научиться элементарной вещи. Каждый день, каждый день записывать в кризисные времена обращения или в прямом эфире это делать и говорить, ребят, сегодня вот так. Президенту надо это делать. Это надо делать мэру. Умеет он, хочет, не хочет. Это надо делать каждое утро, каждое утро, как отче наш, на две минуты, чтобы люди каждый день знали, какие у нас планы. Потому что иначе это превращается в комок нервных, озлобленных на друг друга, на власть, на все вот это вот людей. Я не политик, я с точки зрения предпринимателя рассуждаю, потому что самое страшное, что происходит в бизнесе в любые времена, это паника. Самое страшное. Она может угробить любую компанию. Поэтому чем открытие ты будешь, и вообще, чем больше ты будешь говорить, что происходит, как ты это видишь, как ты видишь какие-то там дальше пути выхода, тем эффективнее будет результат. И с властью, мне кажется, это так же работает. Субтитры сделал DimaTorzok Чего мне больше всего не хватает на карантине? Путешествий и фитнеса. Но не могу я заниматься без тренера. Нужен волшебный пендель. Меня спасает канал друзей GeoProfit. Раньше к фитнес-инструктору Гоши было не записаться, а сегодня без очередей и совершенно бесплатно. Заходим на канал GeoProfit и выбираем тренировку. Мои любимые на жиросжигание и прокачку попы. Есть и на руки, и на ноги, и на пресс убойные тренировки. Каждую неделю новые. Объясняет Гоша все супер просто, подбадривает, мотивирует, дает отличные советы по питанию. А если тебе нужен непосредственный контакт с тренером, то каждую неделю на канале GeoProfit проходят прямые эфиры. Ссылку на канал я оставлю в описании. Занимайся, не забудь про воду и помни, что пляжный сезон рано или поздно все-таки наступит. Субтитры сделал DimaTorzok